Увидел в одном из православных пабликов удивительное высказание «Вы духовно деградируете от того, что вместо покаяния занимаетесь самоедством, а это деструктивно, ибо в основе дух другой. Дух покаяния – смирение, дух самоедства – гордыня. Принудите себя к исповеди». Священник Александр Белослюдов «Мне кажется, это обо мне. Нет во мне покаяния, но и прежних иллюзий о своей хорошести я лишилась, поскольку увидела себя без прикрас. И жить в таком состоянии, с одной стороны непокаянности, с другой стороны ежеминутного самоедства, очень сложно, порой невыносимо. Знаю, надо исповедоваться и причащаться чаще, но я чувствую себя постоянно после таинств злостной лицемеркой, исповедуюсь, а в это время не верю, что способна стать лучше. Я вижу, что не исправляюсь и чувствую даже, что постепенно свыкаюсь с мыслью, что не исправлюсь уже никогда. Лень, отсутствие решимости, воли. Сами знаете, продолжать не буду, прошу Вас, разнесите подробнее фразу, которая меня поразила. Вот Вы здесь пишите, что постепенно свыкаетесь с мыслью, что не исправлюсь уже никогда. А это плохо? Вот такой вопрос Вам. А это точно плохо? Может, это и не плохо? Может, в этом и смысл как раз? Вот Вы, допустим, свыклись окончательно с мыслью, что Вы не исправитесь уже никогда. Все так оно и будет. Дальше что? Дальше только два варианта. Либо отчаяние, либо искренняя молитва. «Господи, спаси мя, погибаю». Понимаете, это некое дно, которое Вы достигаете, и дальше либо отчаиваетесь, либо обращаете взор к Спасителю. Он – Ваш Спаситель, Он – Господь. Не Вы себя спасаете своими трудами, своей верой, своими добродетелями, своим старанием жить по заповедям и т.д. Это нужно делать, стараться нужно, но это Вам открывает Вашу немощь. Вы больше и больше видите, что Вы не можете, что Вы не исправитесь. Отсюда должна рождаться и молитва, и надежда на Бога, и вера, и нужда в Спасителе. Потому что сейчас Вы не столько в Спасителю нуждаетесь, сколько в каких-то силах для того, чтобы справиться. А Вам Спаситель нужен. Поэтому, может быть, как раз Вам отпустите эту ветку, за которой Вы держитесь. И вот если Вы с этой мыслью смирились, что Вы не исправитесь уже никогда, то есть Вы увидели, убедились, познали свою немощь. А дальше, если у Вас дух гордыни, то Вы в отчаяние уйдете. Все, мне уже спасения нет. Я такая плохая, что все, Господь не может победить. То есть, я победила своими грехами Божьей милосердия, вот так Вы скажете, Божью любовь. И Господь не может меня спасти. И вообще, такой, как мне, прощения нет. Вот всех можно простить. Ну, потому что что с них взять? А, с меня-то спрос, извините меня, я же не как все, я же вон какая. Поэтому, конечно, с меня спрос гораздо больше и вообще велик. Я вообще нечто важное, великое, поэтому прощения мне нет. Вот здесь дух гордыни. И он Вас в отчаянии просто вернет, и все, в бездну, в пучину. А если там есть какое-то смирение, то Вы из этого состояния вверх, наоборот, ракетой смирение Вас вознесет, потому что Господь – Спаситель мой. Не я, не мои добродетели, а меня Господь спасает. Да, я грешник великий, да, вот я такой-такой, но Господь мне Спаситель. И все, отсюда идет уже другая жизнь совсем. Вот все, что могу сказать по этому поводу. А какая смерть является христианской? Так, друзья мои, давайте будем завершать. У меня есть целая куча вопросов, но, наверное, давайте на этом сегодня остановимся. Остальные вопросы, которые уже поступили, будут на следующей трансляции в следующую среду. И новые там тоже поступят. Я прошу прощения за такие накладки, но огромное количество вопросов ничего не сделаю. У меня и в личку много поступило, а я не успеваю отвечать. Вот такая ситуация. Субтитры создавал DimaTorzok